Боярани Морозова, Василия Сурикова, Грачи прилетели Алексея Саврасова, Иван Грозный и его сын Иван Ильи Репина. Даже те, кто ни разу не был в Третьяковской галерее, прекрасно знают эти картины. Но в начале 20 века они были малоизвестны широкой публике. Данная выставка вообще впервые знакомит наших посетителей с наследием крупнейшего российского издателя, Кнебеля Иосифа Николаевича, который был первым, кто занимался научной популяризацией собрания частной галереи Третьяковых. Действительно, русский издатель и книготорговец Иосиф Кнебель решил познакомить жителей Российской империи с творчеством русских художников, организовав выпуск небольшой брошюры. Сопроводительные тексты писал художник и коллекционер живописи Илья Остраухов. С 1 1901 года, с октября, выходило по одному выпуску печатного издания, которому прилагалось по две гелиогравюры. То есть всего за 36 месяцев человек подписывался, и за 36 месяцев он получал 36 выпусков. И в общей сложности у него получалось 72 гелиогравюры. Гелиогравюра – один из способов печати, при котором печатная форма изготавливается с применением сложных фотографических и химических процессов. Их отличало высокое качество исполнения. Впоследствии все они вошли в большеформатное издание, которое было напечатано в одной из европейских типографий. Это тот самый альбом. Вы можете обратить внимание, как он декорирован. Это кожа, рисунок Вознецова. Это подарочное издание. Мы действительно полагаем, что именно через Саву Тимофеевича Морозова, членом Московского общества любителей художеств, оно попало в собрание Зинаиды Григорьевны. Дело в том, что действительно члены Московского общества любителей художеств принимали активное участие в отборе картин. Какие именно будут картины скопированы, как это все будет происходить. 120 лет альбом хранился в нижнем закрытом ярусе библиотеки усадьбы Горки, пережив весь советский период. Никогда ранее он не экспонировался. Выставка будет работать до 2 октября в Южном Флигеле. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.